Алчность злоумышленников лишила пенсионеров в деревне Ашары покоя и сна. Воры проникли в частный дом, где жили две пожилые женщины и старик. Сильно избив пенсионеров, грабители отняли у хозяйки дома 3,5 тысячи рублей. Потерпевшие с синяками и ссадинами обратились в больницу. Все избитые. Все пока избитые. Все тело избитые, все в синяках. Ночью пришли из опоры, отторвали, залезли, вызвали. И сразу драться налетели на меня. Давай меня бить, кулатить. И по всему, и по голове, и по бокам, и кулаком все били, били. По башке душили, душили. Вот он потушку положил на башку, опять душили. У меня руки привязывали назад, закрутили туда на спину. Еще два раза подходили, за ленту взяли, дотрясли еще меня, чтобы, видно, руки поломать меня. Я думал, вот с ней это все происходит. У меня бац, я сразу вырубился. С цветом раз глаз. А кто они, я даже не знаю, ну не видно их вообще. Здесь глаз слепят. А то я один-то бы еще опять взял. Их трое. Сиди, а то проткну. Кулако не трогали. Еще заклеили мне. Рот все заклеили. То, что это пленка какая-то липучая-то. И за что бил-то? Много у меня денег, что ли? У меня какой миллионер, что ли, калейка? У меня тут пенсии было, три тысячи. Я отдала им. Это второй случай у нас по данному адресу. Значит, первый случай, значит, аналогично же преступление произошло. Это в январе 2013 года. Значит, тоже на гражданку оплату. Вот в то время она проживала со своим супругом. Значит, также было совершено нападение. А потом он и помер. Он помер неделю, наверное, позже он помер. А сейчас вот пришли меня убивать. Я хорошо знаю, что цыганы-то были. Все кричала. Смарада, давай деньги. Смарада, давай деньги. Так что их наказание? Вас стрелять их надо. Вот чего. Чужие деньги. За чужие деньги людей насмерть убивают. Остается добавить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступникам грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова